Сама церемония открытия фестиваля занимает не более 15 минут. Ребятам сразу же предлагают прийти к самому ответственному моменту о защите конкурсных работ. Молодые читатели и писатели из 25 регионов страны, приехавшие на интернет-фестиваль «Сочи-Мост», это победители заочного тура. Именно их труды из тысяч других прошли жесткий отбор. Если взять расшифровку самого фестиваля «Сочи-Мост», это мастерская остро-свюджетных текстов. «Мост» расшифровывается именно так. Правда, тексты бывают очень острые, очень содержательные, слог на самом деле. Ну а поскольку это форум и фестиваль, то понятное дело, что у молодых любителей литературы есть возможность познакомиться, поближе узнать, в каких регионах, что читают, как читают, зачем читают и почему читают. Высказать участникам свое авторитетное мнение приехал любимый молодежью писатель Андрей Геласимов. Сегодня он работает над сценарием детского фильма. И приезд на детский фестиваль он считает не случайным совпадением. Молодое поколение вдохновляет на новые идеи. Есть мнение, что нынешняя молодежь не читает. Это, мне кажется, ошибочно. Да, изменились технологии, много интернета появилось и так далее, но книга все равно занимает очень большую роль, мне кажется, в жизни этих ребят. Во всяком случае, я служу по своим детям. Они начали читать очень рано и сами, я их не неволил. И не только Гарри Поттера, поверьте. Дети читают Диккенса, дети читают Шекспира. Есть очень много думающих детей. Этот форум собирает детей читающих, умеющих писать, мыслить и анализировать. Каждый из участников хочет проявить себя, продемонстрировать свои таланты. И, как признаются сами юные исследователи литературных текстов, есть желание и посоревноваться. Когда в школе, допустим, ты показываешь, я написала стихи, все говорят, ой, да, это так круто, а оценить по достоинствам, ну, не многие могут. А тут как-то все-таки более серьезно все. Художественная литература, классика, она на все времена, и поэтому дети, ну, все равно, как душа тянется к этому. Я думаю, что люди не перестанут читать, можно не бояться. Интернет-фестиваль молодых читателей «Сочи-Мост» в этом году посвящен 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. И в одной из номинаций ребята предлагают свою версию произведения «Герой нашего времени». Предложили участникам описать и современных героев. Для кого-то ими оказались родители, а для кого-то и победители Сочинской Олимпиады. Слушать они просто оценивать, интересно и самим членам жюри. Стихотворение семиклассницы «Чтобы не было войны» мало кого оставило равнодушным. А в далекой деревеньке, в белой хате у реки, просит девушка икону. Ты, Витюша, сбереги, защити от грозной пули и от злобного врага. Помоги ему вернуться, жизнь его мне дорога. С фотографией Витюша улыбнется ей в ответ. Да, война такая штука. Фото есть, а жизни нет. Лучшие произведения сформируют в сборник, выберут и призеров. Но эти ребята уже победители, отмечают организаторы. Уже потому, что они нашли своего слушателя.